Таджикистан и Россия договорились о совместной борьбе с экстремизмом. Очередная фабрикация в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии. В Москве состоялись консультации между МИД Таджикистана и Россией по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Как сообщила пресс-служба МИД Таджикистана, стороны обменялись мнениями о применении различных способов средств для борьбы с экстремизмом, в том числе путем привлечения различных организаций в лице России, такие как ШОС, ОДКБ, СНГ и т.д. Очевидно, что данная встреча в рамках общей российско-таджикской стратегии незаконного преследования неугодных граждан под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. Напомним, что на этой неделе таджикские спецслужбы передали российским коллегам данные о 100 гражданах Таджикистана, которых следует задержать и экстрадировать. 17 апреля российские СМИ распространили видеозапись, предоставленную ФСБ России, на которой было запечатлено задержание гражданина одной из республик Центральной Азии, Аброра Азимова, по обвинению в организации взрыва в Санкт-Петербургском метро 3 апреля этого года. Силовики заявили, якобы Азимов является одним из организаторов теракта. Примечательно, что силовики подбросили задержанному оружие, что было заметно даже невооруженным взглядом. Следует добавить, что в Мурманской области в тот же день силами ФСБ был задержан 38-летний гражданин Таджикистана по обвинению в финансировании терроризма. Оба задержания произошли непосредственно после прозвучавшего на днях заявления директора ФСБ России Бортникова о том, что основная угроза терроризма в России исходит от потока трудовых мигрантов из Центральной Азии. Продолжение следует... Продолжение следует...